О том, поможет ли строительство атомной электростанции Казахстану снизить зависимость от импорта электроэнергии, мы подробно поговорим с председателем Казахстанской ассоциации энергосбережающих организаций Сергеем Агафоновым. Он присоединился к нам в студию. Сергей Сергеевич, доброе утро. Приветствую. И сразу к вопросу, как строительство аэст поможет Казахстану снизить свою зависимость в электроэнергии от импорта? Ну, давайте начнем с того, что мы действительно зависимы. Наиболее острая фаза этой зависимости, она проявилась, по моему мнению, года два назад. На сегодняшний день мы зависимы уже серьезно. Я вот вам хочу сказать, что я лично делал оценку того, какова эта зависимость в основном выражении. Я пришел к выводу, что на сегодняшний день это порядка 60 миллиардов тенге в год. Это то, что мы тратим на то, чтобы обеспечить. Это переплата, можно сказать, на то, чтобы обеспечить Казахстан и базовой электроэнергией, плановой и регулированием. То есть вот моя цифра в основном выражении это 60 миллиардов. Много это или мало? Я считаю, это много еще и потому, что мы только вошли в фазу этой зависимости. Ей всего два года, ее можно назвать молодой зависимостью. Что будет через некоторое время, можно только гадать. А еще один очень важный аспект, то, что мы не имеем, к большому сожалению, мы с нашими соседями не имеем общего рынка электроэнергии. Вы слышали, наверное, об этом. Эти декларации мы уже слышим лет 10. И вот когда еще сравнивают, например, энергетическую зависимость европейских стран, в частности Германии, то я всегда говорю, что это сравнение яблок с апельсинами. Потому что Германия расположена в Европе, либеральный рынок электроэнергии, на котором каждый субъект может себе купить электроэнергию. И, кстати, купить дешевле, чем она стоит в Германии. А у нас это прямо наоборот. Я вам хочу сказать, что цена базовой плановой электроэнергии, которую мы приобретаем у соседей, она в три раза дороже нашей эти... В три раза. Представляете разницу? Вот цена нашей энергетической зависимости. Я знаю многих бизнесменов, которые работают в ГМК, в энергоемком ГМК, которые на сегодняшний день просто отказываются пока развивать проекты, пока нет определенности. Понимаете? Потому что невыгодно. Потому что непонятно. Мы, конечно, с вами этого не почувствуем в виде отключений, как было в 90-е. Потому что сейчас модель нашего рынка, она компенсирует это все. Но мы прекрасно почувствуем это, прекрасно это в кавычках выражение, на своем кошельке. Потому что, как я сказал, цена импорта, наверное, в три раза дороже. Вот что такое энергетическая зависимость. Энергетическая зависимость – это страшно, на самом деле. А какие еще возникают риски от зависимости нашей страны, от внешних поставщиков электроэнергии? Ну, как я уже сказал, мы почувствуем с вами на своем кошельке все это. То есть тарифы будут повышаться? Тарифы будут повышаться, замедлится развитие экономики. Вот, кстати, тоже очень показательно, если мы уже затронули Германию, очень показательно, я хочу сказать. Буквально вчера пришло сообщение, что немецкие «зеленые», которые все время ратовали за отказ от АЭС, они проиграли с треском, проиграли выборы. Хотя на тот момент большинство, когда они ратовали за это в Бундестаге, в немецком парламенте, большинство немцев были за сохранение АЭС. И вот результат. Немецкие «зеленые» проиграли выборы, потому что поддержали вот эту популистскую идею от отказа от АЭС, которая привела к тому, что Германия стала импортозависимой. Вот, началась стагнация немецкой экономики, понимаете, все это ждет и нас в случае развития, дальнейшего развития дефицита. А импортозависимый мы, прежде всего, от Российской Федерации? Да, большая доля, конечно, это поставка из Российской Федерации. Учитывая значительную долю угольной генерации в нашей энергосистеме, насколько внедрение АЭС, строительство АЭС, возможно, склонит чашу весов в пользу углеродной нейтральности, к которой мы стремимся? Ну, вот я хочу сказать, что, во-первых, наши обязательства международные по достижению углеродной нейтральности, я всегда говорю об этом, это не наши обязательства перед каким-то условным международным сообществом, да, это наши обязательства перед будущими поколениями. Но вот только задумайтесь, у нас в структуре генерации более 70% угольной генерации. Мы одна из немногих стран с такой долей, понимаете? Вот еще одно выражение, которое я использую, не того монстра мы боимся, нам надо бояться угольной генерации, а не атомной, понимаете? Атомная это панацея, наоборот. Вот я вам хочу сказать, что по степени загрязнения окружающей среды, не только вот золой и остальными элементами, да, вообще угольная генерация, можно сказать, на первом месте по радиоактивному загрязнению, да, мы же прекрасно понимаем, что каждая тонна угля содержит радиоактивные вещества. И в отличие от атомной энергетики, где отработанное ядерное топливо аккуратно хранится, перерабатывается, да, все, что выбрасывает у нас угольная генерация, все выбрасывается, ну, можно сказать, нам на головы, да, в золотвалы и так далее, понимаете? То есть, сопоставляя в экологическом плане угольную генерацию и атомную, это несопоставимые вещи. Наш монстр, это угольная генерация, это проблема загрязнения окружающей среды, проблема заболеваний и так далее. Вот от чего надо избавляться, понимаете? И адекватная замена, это именно атомная энергетика. Ну, сейчас прям задумались. Хорошо, вы говорили про экономику, то есть про стагнацию тех же самых европейских стран. Какие экономические выгоды Казахстан получит от строительства АЭС, учитывая ее долгий срок эксплуатации, опять же, и низкую топливную составляющую? Вы абсолютно правильно, на правильные вещи обратили внимание. Вот смотрите, атомная энергетика, атомная АЭС, атомная энергетика, это единственный тип энергетики, который, во-первых, у которого срок жизни 80 лет плюс, да, никакая другая станция столько не живет, но есть еще даже главные аспекты. То есть вот в границах этих 80 лет срок окупаемости занимает всего 20 лет, то есть четверть срока. Вот давайте даже сравним, например, с возобновляемыми источниками энергии. Условно проживая 20 лет всего, любая установка, она окупается 10 лет, то есть половину срока, понимаете? Вот, и более того, после того, как атомная станция окупается, как вы резонно заметили, топливная составляющая, она там минимальная, да, ну, я вам могу сказать, чтобы для визуализации некой, да, условно, один вагон железнодорожный топлива заходит в год на станцию, и один вагон выходит от работного топлива. Представляете, вот теперь просто визуально сравните с тем, сколько угля заходит на любую угольную станцию, да, если вот кто живет у нас в Укибастузе, например, где-то, они видят вот эти вот, вот. Но это еще не все, понимаете? Эффективность этих станций, так называемый коэффициент использования, в случае с АЭС он достигает 90%, понимаете? Что такое коэффициент эффективности использования? Это отношение того, сколько станции вырабатывает, к тому, сколько она могла бы. 90%. Я могу сказать для сравнения, у угля это 60, там, ну, 70, это в лучшем случае, у ветра у нас в нашем ветронасыщенном Казахстане это максимум 40%, это в лучшем случае, у солнца это 20%, понимаете? То есть станция, отработав четверть, окупившись за четверть срока, три четвертых работает с эффективностью 90%, практически без топливной составляющей. А как это может повлиять на развитие энергоемких отраслей? Разумеется, это будет обеспечение, вот когда говорят, вот у нас может быть дорогая цена АТС, она не может быть дорогой, потому что вот та цена, которая сейчас будет установлена, к моменту, когда она будет построена, я практически уверен, что эта цена будет ниже нашего рынка, понимаете? И эта цена будет обеспечена еще, как минимум, на 60 лет, отработав, окупившись за 20, на 60 лет это будет обеспечено. И эта цена будет не подвержена, то есть на нее не будет действовать изменение цен на топливо и так далее. Урановая зависимость нам не грозит, потому что мы страна номер один по добыче, да, по запасам и так далее, понимаете? Вот в чем преимущество АТОМ, это стабильная цена, которая, я могу утверждать со всей ответственностью, будет ниже рынка к моменту, когда эта станция окупится. А для малого и среднего бизнеса, какая выгода от внедрения АЭС, какие ниши, сферы выиграют от этого? Здесь тоже есть, конечно, эффект. Вот смотрите, вообще строительство любой атомной станции в любой стране, это драйвер мощный, да? Вот сейчас очень модно снимать все с коптеров, да, показывать. Вот посмотрите, строительство любой станции в любой стране, это площадь, я вот сравнил, это площадь примерно райцентра, да? Вот вам просто для понимания, на одном только строительстве будет задействовано 8 тысяч человек как минимум, вот, это уже город целый, да? И потом будут работать 2 тысячи человек. Ну понятно, что вот я всегда... То есть рабочие места? Рабочие места. Я аналогию провожу с нашей столицей, да, которая в свое время выступила драйвером, она же строится и до сих пор расчиряется, она до сих пор выступает драйвером экономики, которая подтягивает разные бизнесы, строительный, транспортный. Никто же бетон и арматуру не повезет извне, да, для строительства станции. Вот точно так же это, как наша столица будет так же генерить дополнительный бизнес, обрастать ими, понимаете? Вот, это мощный драйвер, не только для региона, вот в нашем случае Алматинской области, но и для всей страны, которая будет тащить за собой экономику. А сколько лет примерно займет строительство? Ну, оценки есть разные, я все-таки придерживаюсь того, что мы сможем уложиться там за 10-12 лет, вот, но это со всеми, как бы, с разработкой ТЭО, ну, у нас вот мы сейчас надеемся очень, я практически уверен в этом, что наши люди проголосуют за, будет выбран вендор, вот это все. Можно отчитывать 10-12 лет, и я надеюсь, что мы будем со станцией. Ну, для начала, да, узнаем мнение казахстанцев. Это все правильно, справедливо. Вот, кстати, здесь, Сергей Сергеевич, давайте в завершение, все-таки, когда мы говорим об АЭС, сразу встает вопрос о безопасности наших соотечественников, те жители, которые будут находиться рядом со станцией, они очень сильно переживают, в целом страна переживает. Вот, в предстоящем референдуме они будут как раз принимать решение за или против. Что вы думаете по этому поводу? Я думаю, я даже не то, что думаю, я неоднократно был участником различного рода конференций, форумов, где непосредственно присутствовали жители поселка Ульке. Вот, более радостных людей я не видел, потому что люди, конечно, окажутся в центре грандиозного события, в центре грандиозной стройки и так далее, то есть вот в центре этого драйвера, да. А я вам просто хочу сказать, привести очень простой пример, вот опять же, из средней статистики, то есть радиационный фон на любой станции в мире, он гораздо ниже радиационного фона в центре мегаполиса. Гораздо ниже. Потому что, понимаете, я опять же возвращаюсь и к угольной генерации с ее выбросами радиоактивных веществ. У нас же есть естественная радиация, природная, да. Я вот могу предположить, что сейчас, замерив вот даже в этой студии, мы можем обнаружить какой-то строительный материал, который просто-напросто фонит. Так вот, на атомной станции замер фона происходит в режиме онлайн, ежесекундно, понимаете? И, как правило, он всегда ниже, чем где-то в других местах, понимаете? Ну, это радует. Благодарим вас за информацию. Опять же, повторим, что это новые рабочие места и положительный драйвер для экономики страны. Ну, есть как плюсы, так и минусы. Сейчас телезрители свой вердикт вынесут, а у нас был Сергей Сергеевич Агафонов, председатель Казахстанской ассоциации, энергосберегающих организаций. Спасибо.